Арина Шкляева, 10 лет, детская театральная студия «Заметьте», Дэши номер 2, города Воткинска. Дмитрий Кедрин, Зодчие. Как побил государь золотую орду под Казанью, указал на подворье своё приходить мастерам. И велел благодетель, гласит летописца сказанье, в память оной победы, да выстроит каменный храм. И к нему привели флорентийцев и немцев и прочих наземных мужей, пивших чару вина в один дых. И пришли к нему двое, бессвестных владимирских зодчих, двое русских строителей, статных, босых, молодых. Смерды, можете ли церкву сложить, иноземней пригожей, чтоб было благолепней заморских церквей, говорю. И тряхнув волосами, ответили зодчие, можем, прикажи, государь, и ударились в ноги царю. Государь приказал, и в субботу, на вербной неделе, покрестись на восход ремешками, стянув волоса, Государевы зодчие фартуки наспех надели, на широких плечах кирпичи понесли на леса. Мастера выплетали узоры из каменных кружев, выводили столбы и работой своей горды. Купол золотом жгли, кровли крылья лазурьи снаружи, и в свинцовые рамы вставляли чешуйки слюды. И уже потянулись стрельчатые башенки кверху, переходы, балкончики, луковьки до купола. И дивились ученые люди, заняя эта церковь, кража вил италийских и пагод индийских была. А в ногах у постройки торговая площадь дружала, торговато кричала, купцам покажи, чем живешь. Ночью подлый народ до креста пропивался в кружалах, а утрами из тошного пил, становясь, направешь. Тать с засеченной плетью плахи лежал бездыханно, прям в небу ставя очесок седой бороды. И в московской неволе томились татарские ханы, посланцы золотой, переметчики черной орды. И над всем этим срамом та церковь была, как невеста. И с рогожкой своей, с бирюзовым колечком во рту, простоватая девка стояла у лобного места, И, дивясь, как на сказку, углядела на ту красоту. А как храм осветили, то с посохом в шапке монашьей обошел его царь от подвалов и служб до креста. И, окинувши взором ее узорчатой башни, лепута, молвил царь, и ответили все, лепута. И спросил благодетель, а можете ли сделать пригожий, благолепнее этого храма другой, говорю. И, тряхнув волосами, ответили зодчие, можем, прикажи, государь, и ударились в ноги царю. И тогда государь повелел ослепить этих зодчих, чтобы в земле его церковь стояла одна такова, чтобы в Суздальских землях и в землях Рязанских и прочих не поставили лучшего храма, чем храм покрова. Соколиные очи кололи их шилом железным, дабы белого света увидеть они не могли. Их клеймили клеймом, их секли батагами болезных и кидали их темных на стылая лома земли. И в обжорном ряду, там, где зауль кабацкая пела, где сивухой разила, где было отпару темно, где кричали дьяки государева слова и дела, мастера христорати просили на хлеб и вино. И стояла их церковь такая, что словно приснилась, и звонила она, будто их отпевала на взрыд. И запретную песню про страшную царскую милость пели в тайных местах по широкой Руси. Продолжение следует...